Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала, на календаре 18 января, городская среда с вами. Какие тренды? Ну понятно, две аварии на теплосетях квадры, основной тренд, последняя случилась сегодня, 18 января, и никто уже не задает почему-то вопросов, чьи же это трубы. 40 домов на улице сельских строителей оказались без тепла. 13.32. Пресс-служба городской администрации сообщила о том, что, по словам квадры или диегорской ТЭЦ, которая в эту систему входит, авария устранена на трубах. Теперь началось самое главное, то есть теплоноситель, по-модному говоря, а проще вода, начала поступать в дома, и за дело должны взяться управляющие компании и сотрудники управления энергетики ЖКХ города Рязани, как это уже было при аварии на улице Интернациональной. Об отношении города и управляющих компаний. Пример. Убравщая компания молодежная не вняла голос у разума в сотрудниках управления энергетики ЖКХ, воду не слили, и ток. Меняют радиаторы отопления. Но и муниципальные предприятия далеко не ушли. Я уже говорил в прошлом выпуске, что РМПТС врет. Вот. Пример. Из соцсетей я беру, чтобы вы не говорили, вот Аверин там выдумывает, это пишут горожане. Несколько дней назад в одном из постов в комментариях зашел разговор про яму во дворе домов. Тимаково 5, Касимовское шоссе 48. Касимовское шоссе 48, корпус 3, которая появилась в ночь на 5 января. В ответ на этот комментарий администрация города отрапортовала, что 5 января МОПР МПТС проводили ремонтные работы на теплотрассе в микрорайоне Песочня. Разрытие было огорожено, внимание, и подсвечено. К сожалению, вандалы несколько раз повреждали провода световой гирлянды, выкручивали из нее лампы. Поэтому в некоторые периоды времени разрытие оставалось неосвещенным. И тут же появляются вопросы к администрации города. Первое. Фото под постом сделано 12 января в 12.30. Возле ямы, которую так и не заделали, ни одного рабочего, ни одной единицы техники. Яму до сих пор не закопали. Это технология такая. Трубы с горячей водой проветривать, чтобы они дышали, иронично вопрошает автор поста. Второе. Насчет световой гирлянды. Там нет никакой возможности ее запитать. Кроме оранжевой сетки, которая огораживает яму, со стороны дороги ничего не было и нет. Вы же понимаете, какую опасность представляет из себя эта яма, особенно в темное время суток. И вопрос к администрации города. Когда вы начнете сначала проверять информацию, а потом уже давать ответы населению. А то некрасиво все это, мягко говоря. Управление благоустройства города, по всей вероятности, тоже врет. К чему я это? В реке Павловке, в районе моста на Московском шоссе, концентрация нефтепродуктов превышает предельно допустимую концентрацию 8 раз, сообщила ГТРК АК, со ссылкой на ответ регионального Минприроды. Поводом для исследований стал коричневый цвет речной воды. Управление благоустройства города провели свое расследование и выявили, что стоки рыжего цвета могли попасть в коллектор ливневки с площадки компании Рудо Аква. Известно, что предприятие работает на западные улицы. Журналисты-телевизионщики не поленились и обратились к представителям компании. Получили краткий, но конкретный ответ. Рудо Аква не работает уже давно. Может, что перепутали. Оно в банкротстве 8 лет. Комментарии излишни. Тьма над дорогой. На северной окружной дороге после моста через реку Трубиш в сторону торгового центра Круиз не горит освещение. Я цитирую. Я ездил там 3 дня назад, ситуация не изменилась, а на некоторых участках дороги есть глубокие ямы, которые совершенно не видно без света. Дорога утонула в кровешной темноте. Лишь автомобильные фары дают хоть какой-то просвет и надежду. В иронии и островыми рязанцам отказать невозможно. Я ехал осенью, когда там устанавливали это освещение. Я показал, есть видео, интернет помнит все, что через один, через два работали эти фонари. Мне написали, не надо ставить китайскую хрень. А я ехал как раз в предприятие, световые технологии, где это не китайскую хрень производят. И меня фактически обвинили в хайпе. Вот вам, пожалуйста, продолжение последовало. Реальность или фикция? Рязанскому комитету по делам молодежи, а будет реорганизовано соответствующее министерство, дадут функции мобилизационной подготовки. Я написал в телеграмме рязанский репортер так. Когда станет известна фамилия руководителя, будет очевидно. Комитет – это рабочий орган или очередная фикция для галочки и пристанище золотой рязанской поросли влиятельных папочек. И о том, как взращивают эту золотую молодежь, не детские шалости. 15-летний подросток был за рулем Субару во время смертельной аварии на Солочинской трассе неподалеку от поворота на село Поляны. Цитата. Написала в ВКонтакте очевидец происшедшего. Рановато сажать будущую золотую молодежь за руль, тем более на трассе, тем более в темное время суток. Далее, о чем я хотел сказать, это нашумевшая история, как воспитывает не золотую, а обычную молодежь. История с исполняющим обязанности директор или директором, точно не знаю, со Светланой Варнаковой, а по совместительству депутатом от Единой России Рязанской гордумы. Наверняка все уже знают эту преамбулу, всю суть этой истории. Так вот, по результатам проверки, которую провела администрация города, Варнаковой объявили дисциплинарное взыскание. Ранее она говорила о том, что это заговор политических противников. Хорошо, что не иноагентов. Очередной раздел «Лет до день». Ну, про гололед на улицах Рязани, наверное, не написал только неграмотный. Критики от мала до велика разных слоев общества, включая депутатов областной думы. Итак, соцсети. Мы же в начале зимы говорили о том, что неплохо было бы Денису Сидорову предложить место руководителя ДБГ. Елена Борисовна, внимание ваше. Пусть личным примером покажет, как надо наводить в городе порядок. Но ведет, люди поблагодарят и выберут туда, куда сейчас молодой и перспективный пришел. Я так понимаю, что это речь идет об Александре Чубарыкине. А не наведет, будет понятно, что все это были пустые слова. Потому что не надо быть депутатом регионального парламента, чтобы говорить сакральное. Город не убран, лед кругом, снег не чищен. С этим любой научившийся говорить дошкольник справится. Вот еще пример искрометного юмора рязанцев. Так в чем проблема, если нынешнее руководство ДБГ не справляется, а Сидоров, как настоящий коммунист-хозяйственник, хочет навести в городе порядок. Хватит друг от друга прятаться. Публично и открыто, Елена Борисовна, предложите ему реальную должность с реальными обязанностями. Может, он уже устал кнопки нажимать на заседание. Если убрать говорильню и судить по делам, окажется вполне пригодным для более серьезного руководящего поста. Когда все это дальше слов-то пойдет? И только не надо сейчас затирать, что у него, как у областного депутата, полномочий нет, и он ничего сделать не может. Зачем они там вообще тогда сидят? Что ядросы, что коммунисты, что основные ничем не примечательные кнопка «давы». Это уже рязанский неологизм. Взяли бы ломы да лопаты со своей свитой и показали на практике любовь к родному городу, хотя бы в округах, от которых избирались. Конец цитаты. В основном, я скажу, использовал вот эти вот высказывания в группе «Рязань. Народный контроль». Очень зубастая группа. О спорте. ХК «Рязань» ВДВ в шаге от цели и перед пропастью. Почему? У Курганского за Уралья на очко меньше и две игры в запасе. Да и пермский «Молот» 42 очками против рязанских 43 имеет один матч гандикапом. Ближайшие встречи подопечные Артема Сидунова проведут дома 21 и 23 января и будут противостоять питерские команды. Это «Сканева» и «Динамо», занимающие строчки гораздо повыше десантников. А 25-го на «Рязанский лед» так и вообще выйдет лидер ВХЛ Югра из Ханты-Мансийска. Так что вопрос, попадет ли рязанская команда в заветные 16, которые и разыграют кубок в плей-офф. Отдельно хотел бы остановиться на дне рождения одной из матерей города, Елена Борисовна Сорокина, отметила очередной день рождения. Я ее поздравил и немножко внес, конечно, в поздравлениях Перчинку. Я ей пожелал мастерства циркача, который ходит по натянутой проволоке. Почему? Ну, потому что, почему я ее вообще уважаю? Хотя вопросовки в работе более чем достаточно. За что? Первое, то, что она стойко пережила на шести саранчи, которая не прибавляла и приумножала, а отнимала и делила. Да, понятно, о ком я говорю. Второе, о кадровом составе своих подчиненных. Люди, реально видящие ситуацию, понимают, что она руководит не своей командой. Вот прям ее-е-е, Сорокины, людей, можно в мэрии пересчитать по пальцам, наверное, двух рук. Но это тех, это не просто исполнители, а которые, наверное, принимают какие-то решения. В основном там, поверьте мне, родственники, любовницы и любовники, кумовья и сваты. Очень ей трудно работать. И последнее, на чем я хотел остановиться, то, что вот ее троллят тем, что якобы она себя сравнивает, хочет выставить эдакой, современной Надеждой Чумаковой. Да поверьте мне, она не настолько дура, чтобы выставлять себя в таком свете. Да, она ездит, она работает, она смотрит, стиль похож, но страна другая, строй другой, отношения совершенно другие. Если могла Чумакову снять трубку и любому там председателя ЖЭУ или там директору завода в таких люлей ввалить, что дороги чистились, все расчищалось, все приводилось в порядок, сейчас таких рычагов управления у Сорокиной нет. Еще раз повторю, с чего я начал, что она пережила нашествие этой саранчи. А Малков стал ей помогать, ну хотя бы тем, что не делает скоропалительных выводов. Инсайт. Губернатор формирует свой пум рязанских бизнесменов, которые некоторое время назад не прогнулись и не платили оброк. И в заключении цитата рязанского гриба, которая очень мне понравилась. Лопата Беглова, Кувалда Пригожина, Ботильоны Панфиловой. На этом пока все. Даст Бог. Увидимся.